Привет, друзья! Честно вам признаюсь, я сопротивлялась до последнего. Я хотела хотя бы в этом году обойтись без подборки мрачных осенних книг, которые я делаю каждый год. И, в принципе, каждый год я показываю одни и те же книги. Но это выше меня оказалось. Настолько я люблю эту тему, настолько я люблю такие подборки, и настолько мне нравится говорить о мрачных осенних книгах и читать их, в принципе, в этот сезон тоже, что, ну, не удержалась я. Единственное, что меня радует, то, что каждый год я делала, старалась добавлять какие-то разные жанры, добавлять книги для разной аудитории, чтобы каждый нашел что-то себе по вкусу. А в этом году я решила составить подборку своих любимых мрачных книг, которые я бы вот с огромным удовольствием сейчас перечитала, будь они у меня в библиотеке, потому что у нас сейчас все небо затянуто тучами, и прям, ну, сама погода тебе диктует, что надо укутываться пледом, брать кофе-чай и читать книжки, как бы это банально не звучало, но так оно и есть. У меня уже прям рефлекс, как у собаки Павлова, только небо затягивает тучами, я бегу просто на диван, раскрываю шторы, чтобы это небо видеть, завариваю кофе и читаю страшные книжки. Так что, надеюсь, моя подборка в этом году вам поможет в таком вот времяпрепровождении. Поэтому, если вы мои старенькие зрители, которые уже давно со мной, и об этих всех книгах слышали примерно раз 857, то я прошу прощения заранее, но повторение мать учения, так что, может, вы все-таки что-то прослушали, и 850, сколько я сказала, 8-й раз вы услышите что-то новое. А если вы мои новые зрители, то добро пожаловать, я очень рада, что вы заглянули, надеюсь, вам понравится эта подборка, и я рада, что вы смотрите именно ее, а не мои прошлогодние подборки, которые могут испортить вам психику, и вам уже не понадобится мрачное чтение. Отличным спутником для сегодняшнего видео будет Антуан. Это, конечно, не Пеннивайз, это его кузен. И Антуан мне сказал, что в их семье Пеннивайз был старшим ребенком, которого родители очень хотели отправить в цирк, но он сопротивлялся, они, в общем, не поладили по этому вопросу. Пеннивайз сбежал из дома, вступил на скользкую дорожку, отбился от рук, связался с хулиганами, и, в общем-то, теперь это такой их семейный отщепенец. И вот Антуан просит не судить весь род клоунов по одному Пеннивайзу. И в подборке любимых осенних книг, ну не могла я, не могла я не показать, давайте все хором скажем, я думаю, уже очень многие знают, что я сейчас, точнее, показывать я не буду, у меня книги нету, к сожалению. О чем я буду рассказывать? Итак, 3, 2, 1. Смерть, дело одинокое, Рэб, Рэд, Барри, и это моя самая любимая осенняя книга, которую я стараюсь перечитывать практически каждую осень, ну как стараюсь, стараюсь выглядеть так, будто мне надо перечитывать, нет, которую я хочу перечитывать каждую осень, настолько она прекрасна, настолько она атмосферна, и вот лучшего мрачного чтения я еще не встречала, если честно. А все потому, что Рэй Брэдбери, мне кажется, просто мастер создавать декорации, красивые, красочные для своих книг, у него, да, произведения чаще всего происходят в каких-то очень таких колоритных местах, это либо парк аттракционов, либо маленький городок и лето, да, либо что еще там, марсианские хроники читала, но уже, честно говоря, не помню, что там происходит и где там все происходит, надо перечитывать. Ирландия, зеленая тень и белый кит, прекрасно он Ирландию там показал, в общем, то же самое со смертью дело одинокое, этот нуарный детектив не стал исключением, действие в нем происходит в заброшенном парке аттракционов, и он настолько атмосферно выписан, что я эти моменты когда-нибудь заучу наизусть, чтобы просто как мантру по ночам повторять, настолько это прекрасно, мне бы, конечно, хотелось писать как Рэй Брэдбери, мне кажется, Рэй Брэдбери скоро своими мрачными книгами станет просто именем нарицательным для осени, это будут синонимы скоро, вот, и здесь зловещий парк аттракционов, в котором поломанные качельки в виде улыбающихся лошадок торчат зловещи из гор мусора, здесь убийство в этом без того безрадостном городке, и здесь колоритные персонажи, начиная от бывшей кинозвезды Констанции, которая доживает уже свои, почивает на лаврах в гигантском особняке, заканчивая с зловещим продавцом в магазине страшных книг и литературы ужасов, который сам похож на Эдгарала Напо, только еще ворона на плече не хватает, и все это вместе создает настолько атмосфернейшую книгу, там идут дожди, там есть вот этот самый классический детектив, который в нуарах выписан, такой щетинистый, любящий выпить, очень красивая книга, я бы ее и сейчас с огромным удовольствием перечитала, как, в принципе, и все книги Рэя Брэдбери. Второй писатель и вторая книга, которая теперь будет тоже идти рука об руку с Рэем Брэдбери, которая, я думаю, тоже буду перечитывать каждую осень, это Харуки Мураками, очень осенний писатель, действительно, у него такие меланхоличные всегда книги, которые настроением подходят под осень, и в частности его книга «После мрак», которая уже одним своим названием намекает, когда ее надо читать и что там, в принципе, будет происходить. Книга эта ужасно атмосферная, потому что описывает она одну ночь всего лишь, там действие начинается с 12 часов ночи, соответственно, и заканчивается в 6 утра, и начинается все с того, что наша главная героиня, девочка-подросток, почему-то посреди ночи сидит в баре и читает книгу. Там она встречает своего давнего знакомого, и вместе они оказываются втянуты в очень страшное событие, которое как раз-таки происходит чаще всего по ночам, и от которых мы, обычные здравомыслящие люди, прячемся под одеялком в уютненькой кроватке. Пусть они происходят с кем-то другим, но не с нами. И что самое классное в этой книге, что страшные, зловещие события происходят не только в линии реалистичной, но и в линии мистической, которая связана с сестрой нашей главной героини, со старшей сестрой, которая всю книгу спит. Что может страшного происходить с персонажем, который в книге бездействует, он в отключке? А может, Харуки Мураками показал, что может. И вот эти главы, когда сестра спит, настолько атмосферно написаны, что у меня действительно холодок полз по позвоночнику, когда я это читала. Очень красиво. Так что книга короткая, я ее прочла за две ночи, и то потому что я жаворонок, и для меня ночь заканчивалась в принципе часов в 10, я уже вырубалась. А если вы более стойкий орешек, то думаю, одной ночью вам хватит читать только ночью. Повторяю, очень атмосферная книга. Следующая прекраснейшая осенняя писательница, которую я очень люблю, но, честно говоря, в трезвом уме я ее никому бы никогда не посоветовала, и мне немножко страшно, что после моих отзывов и после моих выражений любви этой писательницы кто-то возьмет ее читать, потом прочитает и подумает, что у меня с головой не все в порядке. Это Анжела Картер. Я ее очень сильно люблю, и она действительно очень мрачная, поэтому не могла я не вставить ее в подборку любимых осенних книг. Сама она называла свое творчество мифологическим бандитизмом, и мне кажется, очень много подобных синонимов, словосочетаний можно придумать для ее творчества. Это на самом деле такая прям хулиганка от литературы, которая вообще размывает какие-либо границы, для нее не существует знаков стоп, для нее не существует каких-то приличий, которых стоит придерживаться, каких-то, опять же, границ. Она делает все, что хочет. У нее в книгах очень много эротики, прям такой, знаете, порнушной. У нее в книгах очень много насилия, прям такого кровавого и мерзкого. При этом она затрагивает важные вопросы, например, феминизм или рационализм, феминизм и воображение, человек и государство, что-то такое. И при этом написано это все красивейнейшим таким кружевным языком, которым, знаете, стихи бы писать. И вот это все создает такой прям необычайный, экзотический коктейль. И когда я читаю Анжелу Картер, я каждую строчку, каждое слово понимаю, что я ничего подобного никогда не читала и вряд ли когда-нибудь прочитаю. Настолько вот она мне нравится. Последнее предупреждение, чтобы отмести всех самых таких тонкосердечных. Если у вас во время чтения наплывает все-таки иногда краска стыда на лицо, и вы не хотите, чтобы после чтения Анжелы Картера эта краска никогда не сошла и выходили с красным лицом всю свою жизнь. Она любила, изучала творчество Маркиза де Сада и писала по нему эссе. Я думаю, это о многом говорит. Все-таки хочу я посоветовать ее самую безобидную книгу. Это «Кровавая комната». Это сборник рассказов переиначенных сказок Шарля Перо и братьев Гримм. И в принципе сами сказки Шарля Перо и братьев Гримм отлично подойдут в подборку мрачных книг, потому что там что-то такое зловещее всегда маячит на втором плане. А вот у Анжелы Картера оно прям вырывается на свободу. Опять же здесь самое настоящее 21+. Если вот, да, переиначивание сказок любят использовать в детской, в подростковой литературе, то Анжела Картер показывает, что сказки все-таки бывают и для взрослых. И здесь всякие красные шапочки, синие бороды, они оборачиваются такой немножко другой стороной перед читателем. И опять же это все очень красиво написано. Вот действительно мастерство языка Анжелы Картера очень красиво подходит для описания вот такой вот сказочности. При этом такой жутковатой, кровавой сказочности. Здесь красная шапочка, в общем-то, себя в обиду не даст. И бедный тот волк, который попытается на нее напасть. Следующая обожаемая мною писательница, которую я безгранично уважаю, и мне очень жалко, что у нас переведены всего два ее романа, это Ширли Джексон. Об этих двух романах мы и поговорим. Первый нравится мне чуть-чуть меньше, потому что он такой более прямолинейный, более в лоб все рассказывает читателю. Мы живем в замке. Здесь речь идет о двух сестрах, которые почему-то живут в гигантском особняке, ну практически в одиночестве, то есть без присмотра каких-либо ответственных, адекватных взрослых, которые могут контролировать их бездумные юношеские поступки. Вот одна из сестер, младшая, еще и к тому же страдает страшной агорафобией, она вообще не может выходить из дома, поэтому всеми бытовыми какими-то делами, всеми внешними, в общем, проблемами занимается ее старшая сестра, которая тоже не особо с удовольствием выходит из дома, потому что когда она приходит с рынка, она приносит не только корзинку какой-то брюквы, редиски и помидоров, но еще и корзинку хмурых, осуждающих взглядов, корзинку неприязни всех живущих вокруг них людей в деревушке. Так что мы понимаем, что, во-первых, у этих девочек совсем недавно была семья, но по какой-то причине они все погибли, а во-вторых, этих девочек в деревне ужасно не любят. И вот перед нами будет раскрываться их история, почему так случилось, что произошло. И второй роман, который мне больше нравится, потому что там все более завуалировано, и раскрывается он перед таким более усердным, что ли, читателем, наблюдательным, внимательным, это призрак дома на холме. Здесь какой-то там медиум знаменитый, серьезный, узнает, что вот есть такой дом, который все считают населен призраками. И этот медиум решает провести эксперимент, собирает всех таких вот незнакомых друг с другом людей, которые когда-либо по их рассказам в своей жизни переживали паранормальный опыт. И вот он собирает всех этих чудиков паранормальных людей с надеждой, что с их раскрытым третьим глазом для привидений они что-то такое увидят, и они поймут причину всей этой нечисти, которая там живет. И действительно, они оказываются не разочарованы, потому что по ночам кто-то стучит им в двери, при этом они открывают двери, там никого нет, по комнате гуляют сквозняки, хотя все окна закрыты. То есть действительно что-то там паранормальное присутствует. И вот эти оба романа не слишком любимы читателями, возможно, потому что, да, вот опять же, по аннотации, по сюжету ожидаешь какого-то твиста в конце, ожидаешь какого-то неожиданного поворота сюжета, ожидаешь, что все эти призраки объясняются как-то рационально, что кто-то один из этих чудиков это все подстраивает, ожидаешь, что смерть семьи вот этих двух девочек, да, из первого романа, она как-то очень неожиданно раскроется, а в конце, когда они получают довольно обычный такой финал, то есть ничего в нем неожиданного нету, читатели расстраиваются. Я, в принципе, их понимаю, я тоже сначала расстроилась, но со временем во мне вызрела вот эта любовь к этим двум романам, я даже купила в прошлом году эту книгу в надежде этой осенью перечитать, но ее опять-таки у меня нету. А все потому, что Ширли и Джексон в основном концентрируются она действительно в самых страшных вещах, и страшнее всяких монстров под кроватью и призраков, которые там шелестят за навесками по ночам, является сумасшествие, потому что сумасшествие, безумие человеческое, оно гораздо-гораздо ближе, чем вот эти все опять же призраки, и оно гораздо-гораздо реальнее. И Ширли Джексон показывает, насколько незаметно для самого себя и для окружающих людей человек может скатиться действительно прям в воронку чернющую такого зловещего, страшного безумия, необратимого. И это действительно очень-очень страшно, так что если вы внимательный и такой какой-то благодарный, что ли, читатель, то Ширли Джексон перед вами действительно раскроется, как со временем потом раскрылось передо мной. И самое интересное, это после ее романов читать ее автобиографию. К сожалению, у нас ее не перевели на русский, но автобиография у нее просто такая смешная. Вот это вот, да, читаешь вот эту тетку, которая выписывала романы про безумие такие темные, а в жизни она была очень смешной, очень интеллектуальной такой женщиной, у которой была там куча детей, они с мужем оба писатели, поэтому как бы творческие люди, им не добыто, поэтому у них все время куча смешных ситуаций происходила дома. И вот обожаю Ширли Джекса, надеюсь, у нас еще что-нибудь ее переведут, надеюсь, у нас переведут ее автобиографию, потому что чудесная книжка. О, еще одна мрачная писательница, с творчеством которого мы немножко разошлись со временем, но вот эту ее повесть я горячо люблю до сих пор, она очень большое впечатление произвела на меня, когда я читала ее впервые и до сих пор производит по воспоминаниям, очень хочется перечитать. Это повесть птицы Дафны Дюмарье. И здесь Дафна Дюмарье пишет о том, что, а что если бы птицы вдруг внезапно возненавидели человечество и объявили ему войну, и начали на нас нападать. И, казалось бы, такие невинные существа, на которых мы не обращаем внимания каждый день, ну потому что они нас боятся в тысячу раз больше, чем мы их, во-первых, а во-вторых, это уже такая неотъемлемая часть нашей жизни, ну птицы и птицы, подумаешь. И это действительно очень страшно, потому что, когда ты читаешь о том, как, опять же, вот эти невинные существа истребляют людей, ты понимаешь, насколько человек хрупок, насколько человечество беззащитно. И подставь любое другое из миллиона, а если, и ты поймешь, что перед ним человек тоже рассыпется, и это очень страшно, действительно. Чем хороша эта повесть? Тем, что, ну, лично я невольно представляла себя на месте героев, да, и невольно думала, как бы поступила я в этой ситуации, и, ну, естественно, первое, что приходит в голову, забраться, закрыться у себя дома, закрыть все окна, двери и сидеть себе, я в домике. И сразу же Дафна Дюмарье предугадывает твои мысли и дает тебе ответ на этот твой поступок. А нет, птицы клювами могут разбить окно и влететь в квартиру. Твой ход, читатель. И ты начинаешь лихорадочно придумывать какие-то новые пути для сохранения своей жизни, заколотить окна деревянными какими-то досками. Дафна Дюмарье предугадывает, читает твои мысли и рассказывает, почему этот ход несостоятелен, и говорит, твой ход дальше, читатель, и это очень-очень страшно, действительно. Так что маленькая повесть, очень зловещая, такая очень пугающая, и если мало времени и хочется немножко побояться до мурашек по коже, то можно почитать. Если у вас хорошее воображение, и вы действительно сможете во всех красках представить, как там орлы своими клювами выдряпывают ваше окно, и еще пару минут, и он уже будет у вас в квартире. Еще одна прекрасная мрачная писательница, обожаю эту подборку, Сара Уотерс и ее роман «Нить сотканная из тьмы», который, кстати, скоро выходит в переиздании. У него новое название, по-моему, «Близость», и, я надеюсь, новый перевод, потому что перевод прошлый, «Нить сотканная из тьмы» – это просто что-то ужасное. Но сам роман прекрасный, если абстрагироваться от перевода, и он очень мрачный тем, что там, опять же, такая необычная и очень страшная декорация. Здесь главная героиня переживает такое страшное событие в своей жизни, у нее на этом фоне нервный срыв, и врач советует ей отвлечься, как-то найти новое поле для деятельности, которое будет ее отвлекать, и пойти волонтерам в женскую тюрьму подбадривать заключенных, держать их за руку, общаться с ними, выслушивать их истории. И наша главная героиня соглашается. И вот в действии происходит викторианскую эпоху, и вот эта страшная тюрьма XIX века женская, она, опять же, очень атмосферно выписана, потому что там эти гулкие коридоры, в которых эхо гуляет, которые просто бесконечные лабиринтообразные, эти железные решетки повсюду, эти замученные женщины со стеклянными невидящими глазами, которые уже прям вот в шаге от безумия находятся. Это очень страшно. И страшно то, что Сара Уотерс показала, что женщины там пытались покончить жизнь самоубийством, находили где-то иголки и глотали их, или еще что-нибудь. Не потому что они в тюрьме, и с ними плохо обращаются, они бы даже, наверное, были этому рады, а потому что там даже общаться запрещено друг с другом, и там настолько отупляющая атмосфера, ты ничего не делаешь, и ты деградируешь стремительно, у тебя мозг просто атрофируется. И вот от этого безделия, от этих серых будней, ничем не заполненных, женщины в прямом смысле слова сходят с ума. И это, опять же, очень страшно. И там наша главная героиня знакомится с одной заключенной, которую посадили за мошенничество, и между ними возникают очень теплые отношения, и главная героиня понимает, что ее прям тянет в тюрьму, из-за того, что там вот эта заключенная находится. Очень такой вот хороший роман, очень подходит под мрачную атмосферную погоду, я бы его, опять же, тоже с огромным удовольствием перечитала. Еще одна писательница, и ее мрачный роман, это Патриция Хайсмит, «Незнакомцы в поезде», это психологический триллер, в котором все начинается совершенно невинно, наш главный герой едет в поезде, то есть совершает действия, которые, в принципе, мы все когда-то совершаем. И у него завязывается невинный разговор с попутчиком, который его не слишком интересует, он скорее ради приличия ему отвечает, как-то односложно, лишь бы он отстал. И даже не подозревает, что этот разговор полностью разрушит всю его жизнь. И вот это действительно очень страшная книга, потому что здесь писательница нам показывает, насколько медленно, но верно, главный герой теряет контроль над своей собственной жизнью. Он просто утекает у него между пальцев, и главный герой не может обрести его обратно. И он все время стоит перед выбором, каждое из последствий, каждого из которых ужасны. То есть нет такого варианта, что он что-то сделает, и все станет опять хорошо. Нет, ему приходится выбирать между вещами, одна другой ужаснее, и принимать решение, одно другого хуже. У него нет выбора, и это очень страшно, потому что какой-то невинный совершенно разговор с каким-то незнакомым тебе человеком просто действительно испоганил всю жизнь. И опять же, я когда читала, представляла себя на месте главного героя и с ужасом понимала, что в принципе я бы в этой ситуации зашла точно так же далеко, и я в этой ситуации точно так же бы страдала, как и главный герой, и точно так же бы все у меня закончилось. Не дай бог, если бы это приключилось со мной. Кстати, по птицам, и по этому роману Хичкок снял фильм, и поэтому я, может быть, даже посмотрю их в этом октябре. Очень такой прям тоже напряженный, вот именно напряженный роман, когда ты вот такой весь в комок сжатый читаешь, и не можешь расслабиться от того, насколько там все закручено и стянуто тугими узлами. Следующая книга, очень ее люблю, это тоже книга писательницы, уже украинской в данном случае, это Ульяна Гамаюн и ее роман «Осень в Декадансе». И это гарантия того, что мы встретимся с вами здесь же, ну, точнее, не в этой локации, не здесь конкретно, но на моем канале здесь, в следующем году, если у меня будет доступ к этому роману, потому что главное его достоинство – то, как он написан. Это не описать словами, здесь надо только зачитывать, а книжки у меня на руках нет, и зачитать я вам, к сожалению, ничего не смогу, поэтому оставляю за собой право такое на следующий год. Но сейчас просто бегло упомяну, что здесь, в принципе, даже сюжета такого нету, которого можно было бы описать. Мне кажется, Ульяне Гамаюн просто нравится вот все описывать, и поэтому она помещает своих героев в локации, где она может вот разойтись на широкую ногу, на широкую руку, да, все вот расписывать, показывать эти зловещие какие-то места. Действие здесь происходит в выдуманном городе, это такая смесь Парижа, Львова и Санкт-Петербурга, и может быть кого-то еще, но я там не узнала, не прознала. И таких вот, да, самых, ну не самых, но очень атмосферных городов, у которых действительно есть какой-то свой дух. А, еще Праги, вот, я же что-то забыла. Это такие действительно очень яркие города, со своим таким настроением. И главный герой, он то ли фотограф судебный, как это называется, профессия, я забыла, когда ты рисуешь, в общем, события, которые произошли. И вот эта профессия дает ему, да, право и дает Ульяне Гамаюн возможность помещать героя в страшные локации, одна страшнее другой. Это тюрьмы, какие-то площади, на которых как раз-таки происходит активная такая революция, кровавая. Это какие-то подворотни, заброшенные гаражи, баржи, в общем, и когда главный герой там оказывается, я прям понимала, что сейчас впереди страниц 20 мощнейших, красивейших описаний. И живет он в готическом доме, да, с готической архитектурой, там, горгульи облепили весь этот дом. И вот это все очень красиво описывает Ульяна Гамаюн. Там постоянно идет дождь, и тоже он очень красочно описан. Так что прекраснейший роман, который я бы тоже с огромным удовольствием перечитала и насладилась в очередной раз тем, как это красиво написано и какие мрачные, разнообразные картины, воображения рисует, когда читаешь эту книгу. Следующий мой любимый осенний писатель это, к сожалению, не Кавка. Мне кажется, о Кавке даже говорить не надо. Все о нем и так знают, и все, кто хотел или хочет, все могут его спокойно прочитать и без моих рекомендаций. Но, возможно, кто-то не знал, не слышал или еще не дошел до Кобу Абе. А мне кажется, вот сейчас самое время все-таки дать этому писателю шанс. Обожаю его книжки. Опять же, он очень любил и вдохновлялся Кавкой, поэтому вы можете примерно себе представить, что там, что там такой сюрреализм, периодически проскакивает какой-то абсурд, в общем, что-то такое странненькое и очень мрачное. При этом Кобу Абе очень увлекался темой одиночества и темой оторванности от социума. И все его персонажи либо добровольно, либо же случайно оказывались оторваны от общества и рано или поздно понимали, что это даже к лучшему, что, в общем, общество давит индивидуальность и давит, да, какое-то твое внутреннее я. И поэтому, в принципе, вот все книги так или иначе затрагивают тему одиночества, что очень такая, да, осенняя тема, мне кажется, меланхоличная. И отдельно бы хотелось, наверное, поговорить о книге «Сожженная карта», с которой началось мое знакомство с Кобу Абе, не слишком удачное, потому что тогда я еще не очень любила ни Кавку, ни вот подобные такие романы, да, абсурдные какие-то, атмосферные. Сейчас бы я с огромным удовольствием перечитала и изменила бы, возможно, да невозможно, скорее всего, свое мнение о романе. Это такой якобы нуарный детектив, где главный герой, детектив, получает задание найти мужчину. Это обычный, самый обычный работник, одна из шестеренок гигантского механизма офисного, у которого каждый день, как предыдущий, просыпается, одевает свой костюм на крахмаленной рубашке, берет чемоданчик, идет на работу, возвращается, ест и ложится спать и так изо дня в день. И внезапно этот такой безликий человек исчезает. Жена поручает нашему детективу его найти и вот к чему эти поиски приводят. Сразу, чтобы вы не разочаровывались, как я, когда впервые читала книгу, настрою вас на то, что здесь не будет какого-то крышесносного финала, как вот в триллерах, детективах, которые бы хотелось ожидать от такой завязки. Здесь все гораздо более глубже, более философски, поэтому, если вы готовы читать а-ля детектив, а-ля кавки, то попробуйте. Мне кажется, очень понравится, очень атмосферный роман и опять же, такой очень грустный, проникновенный, меланхоличный, затрагивающий тему одиночества. Предпоследняя книга, которую бы я с огромным удовольствием перечитала и с огромным удовольствием советую вам, это очень странная книга, как в принципе и большинство книг, о которых я упомянула ранее, такой уж у меня вкус, простите, пожалуйста. Это Роберт Ирвин и его «Предел из Римова». И книга эта описывает то, как домохозяйка делает генеральную уборку. Все 300 страниц. И когда я прочла эту аннотацию, я настолько заинтересовалась, потому что, как можно интересно описать, как делают уборку в квартире. Оказалось, можно. потому что домохозяйка, она такая очень начитанная, интеллектуальная женщина и подключает к этому унылому такому действу, как уборка, свое воображение. И когда она убирает, она борется со своими врагами. Она действительно олицетворяет, точнее, одушевляет, одухотворяет, одушевляет. Не знаю, как это слово. Ну, короче, пыль, грязь, плесень для нее действительно реальные существа, против которых она ведет войну. И эти реальные существа, они все находятся под предводительством главного ее врага. Это такое пятно плесени, которое периодически возникает и там она с ним ведет какую-то угрожающую беседу. И, в общем, эта ее уборка доходит до того, что, ну, просто она падает в какую-то бездну своего воображения и кажется, и под конец уже не понимаешь вообще, что ты читаешь. Как это, да? Нифига не понял, но очень интересно. Вот, в принципе, так. И поэтому мне очень хочется этот роман почитать, чтобы уже понимать, чем там все закончилось и уже больше ждать не развязки, а окунаться вот именно в этот странный, какой-то пугающий процесс уборки и борьбы с врагами в виде пыли этих постельных таких, да, клещей, клопов, как они там называются и всякого подобного. Не очень страшный роман, но я его читала ночью, видимо, поэтому он у меня как-то связывается с мрачностью, но, опять же, и не слишком он такой радужный и оптимистичный. И последняя книга, которую я вскользь упомяну, потому что недавно говорила о ней, но хочется добавить все-таки, выделить отдельное место в подборке любимых мрачных книг, это рассказы Эдагавы Рампо, японского писателя, который настолько любил Эдгара Алана По, мастера ужасов и детектива, что взял себе вот созвучный псевдоним. Говорила я уже в видео о любимых детективах об этом авторе, и хочется, опять же, поставить его на такую маленькую ступенечку, на маленький педестал и в видео любимых мрачных книг. Кстати говоря, Эдагаву Рампо переиздали в азбуке классики, так что сейчас многие довольно дешево и довольно просто могут насладиться его прекрасными жуткими рассказами и повестями. Так что очень я его люблю, каждый рассказ действительно самобытен, с какой-то такой изюминкой, необычной развязкой, каждый рассказ такой, что хотелось бы и целый роман об этом всем прочитать. Мой же любимый, конечно, Человек-кресло, о котором я все время говорю, кстати, я не помню, есть он в переиздании в сборнике или нет, надеюсь, что есть. Вот такие вот страшные книжки, я хочу вам посоветовать, обязательно советуйте мне свою любимую мрачную и атмосферную литературу для осени, потому что во всех подобных подборках только Звонок и Мураками, хорошо бы Мураками, Звонок и Стивен Кинг, вот, очень оригинально, никогда таких не слышала, рада была открыть для себя новые имена в подборке, вот, так что рассказывайте мне о чем-то своем любимом мрачном, что вы любите перечитывать осенью или дождливыми вечерами, надеюсь, вы что-то для себя открыли, надеюсь, вы хорошо проведете время с этими книжками, огромное спасибо за просмотр, огромное спасибо за лайк, те, кто, к тем, кто поставил лайк Антуан с Пеннивайзом не придут темными ночами во сне, это не угроза, это просто предупреждение, спасибо за просмотр, друзья, пока!